Школьные проездные с 1 сентября вновь будут стоить 800 рублей. Мэрия нашла необходимые для этого средства. Депутаты городской думы сегодня поддержали проект на внеочередном заседании. С подробностями Елена Казакова. Все лето новгородские школьники были вынуждены покупать специальные проездные за полную стоимость 1350 рублей, поскольку городской бюджет перестал компенсировать перевозчикам выпадающие доходы. Но с сентября мэрия намерена к этой практике вернуться. На эти цели заложено 10 миллионов. Была попытка рассчитать, во сколько обойдется бюджету и бесплатный проезд учащихся. Но пока казна такие расходы потянуть не может. Для того, чтобы сделать домашнему бесплатному, необходимо 18 миллионов рублей в месяц. На сегодняшний день в бюджете таких средств нет. Поэтому вопрос встал о том, что на сегодняшний день мы не в состоянии. Но мы поддерживаем ситуацию такую, что дети должны ездить бесплатно. Таким образом, проезд для школьников все же останется платным. Проездные на сентябрь можно будет приобрести по цене 800 рублей. О денежных сборах вели депутаты речь и при обсуждении поправок в областной закон об административных правонарушениях. Мэрия хочет выступить с инициативой в адрес региональной думы, чтобы дать право контрольно-административному управлению штрафовать нелегальных торговцев. Пока ограничиваться приходится предупреждениями. Но на теневой бизнес такие меры не производят впечатления. Депутаты тут же обеспокоились, не станут ли жертвами закона бабушки, мирно торгующие продукцией со своих огородов. Евгений Кузиков пообещал, что их это не коснется. Алексей Старостин поймал на слове. Если бабушки, к вам подошли милиционеры или люди с администрации, стали вас торговать, вы можете сразу обращаться. Совершенно справедливо, потому что бабушек достаточно предупредить, они понимают. А вот тот торговец, который привез товар, неизвестно откуда, и вышел и встал последний тортуар, он не понимает. Законодательная инициатива городской администрации была одобрена большинством голосов. Далее ее рассмотрят уже региональные депутаты. Не могли народные избранники обойти стороной и самую обсуждаемую тему последней недели – снос бани на набережной Александра Невского. Главный архитектор города Евгений Жилин поспешил заверить. Собственник здания не нарушил ни одного закона. Все уведомления подал вовремя. Что же касается культурной ценности строения, официально признана она так и не была. Но, по словам Евгения Жилина, мэрия не несет за это ответственности. Всем печально, что это объяснение следует нам в таком виде, в котором он был для всех выявленных. Но, по факту, сегодня собственник имеет полное право. То, что он не был выявленным, как объект, как памятник, который у нас следит, выявленный. То есть это вина не администрации города. Остановить процесс уже невозможно. От здания до военной постройки остались обломки. В течение полутора недель снос будет завершен. Но депутаты настоятельно попросили комитет архитектуры рекомендовать собственнику хотя бы взять за основу облик уничтоженных бань при возведении нового объекта. Планируется, что на этом месте будет гостиница со СПА-комплексом. Елена Казакова, Андрей Константинов. Новости Новгородское областное телевидение.